Всем привет и слава Украине! Сегодня у нас понедельник и традиционно программа «Все будет Украина» с самим Романом Цыбалюком. Приветствую, Роман, очень рад видеть. Здравствуйте, Гела, с Акартвелос до Украины Гаумаджес. Роман, сегодняшняя тема беседы, она актуальна. Актуальна, наверное, как никогда. Я бы хотел, чтобы мы поговорили на тему «Кто друзья Украины? Кто в это тяжелое время для Украины оказался другом?» Но начать я бы хотел с другого. Недавно меня поразил опрос на улицах, это был не Киев, какой-то небольшой провинциально-украинский городок, где спрашивали у людей, что бы вы сделали, если бы выиграли миллион. Видимо, имелось миллион долларов. Подавляющее большинство людей сказало бы, отдали бы ВСУ. Ну, кто-то говорил, что часть отдал бы ВСУ, часть отдал бы на благотворительность, часть купил бы квартиру для внуков. Но не было ни одного человека, который бы не упомянул именно в ВСУ. Это так, для затравки. Такой ведь народ невозможно победить. Ну, насчет ВСУ. У нас же армия народная. У нас, знаете, у нас вот иногда есть такие высказывания, что вот, Мордор, то есть фашистская Россия отправляет сюда уголовников и человеческое отребье, а у нас воюют, мол, элита нации. На самом-то деле у нас воюют все. И вот я у своих друзей слышал, особенно когда наши журналисты погибают или общественные деятели, кто был известен по своей какой-то такой общественной работе. Все говорят, блин, вот у них уголовники, а у нас вот такие люди. Но на самом-то деле воюют все. И раз воюют все, то вопрос обеспечения армии всем необходимым — это общенациональная идея. И тут очень круто, как это получается. Это видно по сборам, которые проводит тот же фонд Притулы, когда там байрактары еще немного будут эскадрильями закупаться, спутники покупаются и так далее, и так далее. Вот это вот ответ на этот вопрос. А кто наши друзья? Нет, о друзях мы поговорим отдельно. Мы пройдемся по всем друзьям. И друзьям, и не совсем друзьям. Мы, может быть, не очень друзьям, и, может быть, совсем не друзьям. Поэтому давайте про друзей. То, что сейчас происходит, свидетелями чего мы являемся, конечно же, результат беспримерного героизма украинского народа. Причем я не люблю этих высокомандных фраз. Но это факт, скажем так. Это то, что... Но давайте скажем и другое, что без поддержки друзей вряд ли бы у Украины получился бы сейчас тот результат, который... Украина бы все равно победила бы рано или поздно. Но вряд ли бы... Я не настолько оптимистичен. Если бы не было западного оружия и западных денег, то граница бы проходила... Или линия фронта бы проходила бы совсем в другом месте. Согласен. Но я имею в виду, в конечном итоге Украина бы все равно победила. Сколько жертв было бы... Ну, это было бы гораздо... Сколько было бы изюмов и буч. А ресурс он человеческий в Украине тоже не безграничный. Поэтому здесь роль западных союзников, она определяющая. То есть она настолько же определяющая, сколько смелость украинских солдат. То есть одно без другого не работает. И здесь 50 на 50. И я бы... Давайте скажем прямо. При всем, если мы говорим о военной помощи и финансовой, определяющая роль США. Вот это государство ролит. Потому что все остальные европейские страны, они, во-первых, если бы не было США, занимали бы более пассивную позицию. Меньше бы сами отправляли на оружие и денег. И вообще, знаете, я когда-то так... По-моему, мы с вами тоже вспоминали этот момент создания Советского Союза 1922 год. И вот сейчас прошло 100 лет. И вот разница, почему тогда наша история вне зависимости была отложена на многие десятилетия. Вот все очень похоже. За исключением одного фактора. Вот тогда не было на мировой арене Соединенных Штатов с ее мощью. Мы были такими примерно, как сейчас, может быть, местами наивными. Но когда ты имеешь дело с Российской Федерацией, то все измеряется количеством пушек. Ну, в данном случае Хаймерсов, Эскалибуров и так далее. Вот. И поэтому вот это основной друг Украины и Соединенные Штаты, которые определяют... Мы пройдемся по всем друзьям, Роман. Но хочу я начать не с Соединенных Штатов. Я хочу начать со стран, которые, может быть, не играли определяющие роли, но которые сыграли роль драйвера и вот которые, безусловно, просто являются друзьями Украины. Я про Польшу и про Балтию. Давайте, давайте. Так это вообще очень интересно. К США мы еще вернемся обязательно. Тут вообще вопрос в чем? Что вот сам западный мир, НАТО... Кому вот россияне этого не могут понять, особенно на фоне своего распавшегося ЛДКБ на вопрос, существовал он или нет. Но НАТО и Запад, тем не менее, независимо от размера государства, они все сидят за одним круглым столом. Понятно, что позиция США является определяющей, но вот эти вот государства, Эстония, Латвия, Литва, Польша и не только, Великобритания, Словакия, я думаю, что во многом Румыния, в меньшей степени, но тем не менее. Они сказали, ребят, за этим круглым столом они сказали, что надо... Посмотрите внимательней на то, что происходит и что может происходить, почему нужно это делать. И, как многие наблюдатели говорят, США, они в конечном итоге придут к правильному решению, испробовав все неправильные. И именно страны Балтии открыли вот эти вот ангары к бездонным складам и арсеналам НАТО. Это правда. То есть здесь в части политики и в части выработки решений позиция этих государств, она была определяющая. А вот когда уже дошло до пушек, то, конечно, тут роль Соединенных Штатов все-таки ключевая. Кстати, можно, вот у меня был этот вопрос, хотя вы уже упомянули, можно ли Великобританию добавить вот к этим странам? Все-таки Польша и Балтия, кстати, Румыния тоже, потому что Румыния... Просто их меньше видно, они меньше отсвечивают, меньше это самое. Можно ли Великобританию добавить вот в эту группу Польша, Балтия и... А мы ее разве не добавили? Я по-моему... А мы поставили, но все-таки особняком ставят позиции Великобритании или тут тоже однозначная поддержка и однозначная... Конечно. Это драйвера помощи. В части выработки политических решений в вопросах военной безопасности Великобритания и ее роль во многом определяющим. Потому что исторические связи Великобритании и Соединенных Штатов... Короче, Борис Джонсон, деда президента Соединенных Штатов, во многом убедил. Если мы вот уже говорим о того, кого нужно добавить, то нужно добавить Чехию, кстати, вот в этот список государств. А вот если вот еще шире посмотреть, понятно, вот тут тоже интересный момент. Есть же Франция и Германия. И о них мы тоже поговорим, но отдельно и очень строго. Но я бы, например, сейчас бы добавил Испанию, которая, казалось бы, так далеко, но вот в части военной помощи они из мощных государств играют одну из таких ведущих ролей. Они первые там хотели нам на Абрамсы свои отдать. Они там... То есть вот военный вклад. Я даже вот смотрю на это, как это там... Байден подписывает новый транш военной помощи. И мы все смотрим, что там. Ага, там какой-то хулиард снарядов 105 миллиметров. Я такой себе думаю, подождите, а где снаряды 155 миллиметров? Проходит буквально несколько часов, и испанское правительство пишет, мы отправили пять самолетов с этими боеприпасами в Украину. А, все понятно, все работает. Вот. Но, вы знаете, просто... Конечно, вот эта украиноцентричность для украинцев, она... Это нормально. Каждый... Мы смотрим... Кто-то смотрит на мир с высоты Капиталистского холма. Мы смотрим с высоты Киевских холмов. Кто-то смотрит на мир с вот этого берега реки Кура из какого-то прекрасного ресторана. Вот. Это нормально. Но, по большому-то счету, кто союзник Украины? Все равно это страны Запада в самом широком смысле этого слова. И вот тут вы заметили вот эту российскую манипуляцию? Они там вот, особенно после саммита ШОС, там Путин говорил, что за нас полпланеты. Мол, если страна входит в ШОС, то она за Россию. Хочется сказать, вы что, кретин или что? То есть, если государство занимает нейтральную позицию по отношению к Украине или такую сдержанную, кто сказал, что она за Россию? Особенно, когда мы берем такие государства, как Китай или Индия, у них вообще свои грани. Они вертили на чем? А, на газовой трубе Российскую Федерацию. Главное, чтобы был их интерес обеспечен. Несомненно. Кстати, по поводу вида с ресторана и с курием, обязательно повторим после перемоги. Обязательно. И много раз обязательно это сделаем. Как это... Вот это то, что мы должны повторять, как это можем повторить, да? То, что мы должны... Давайте я, украинской аудитории, мы все-таки напомним про это. Река, это как Днепр, а только в Дбилиси. Только в Дбилиси. Река, которая делит город на две части и масса красивых видов образует тем самым. Кстати, в курсе, да, что европейскую и азиатскую? Некоторые географы делят Европу и Азию на границы. По Курейнина. Так что европейская и азиатская часть. Вот я живу в Европе. А через Мост-Азию. Ну вот так вот. Значит, если мы... Вот сейчас мы подходим к тем самым Соединенным Штатам. Я в свое время говорил и продолжаю повторять, что, ребята, оставим все в покое. Вот нет у Украины ни одного, вообще никто не помогает. Остались только Соединенные Штаты. Вот этого будет достаточно. В реальности. Да. Этого будет достаточно. И да, ну да, ресурсы у них по сравнению с ресурсами других стран, а тем более интересантов, они практически не ограничены. Тем не менее, я бы назвал эту часть нашей беседы противоречивые Штаты Америки. Противоречивые, потому что, ну, я хорошо помню, и кстати, и российская пропаганда, и не только российская пропаганда, но и антиамериканская. Ведь антиамериканская пропаганда в мире, она не обязательно российская. Есть масса. Все время использовала один и тот же мем, что США, в общем-то, выгодно затягивание этой войны. Ну, я уже не говорю, что США втянули Россию в эту войну, это вообще бред. Что США специально не поставляют Украине оружие столько, сколько нужно. Особенно это было во время битвы за Донбасс, вот начало лета, конец весны, начало лета. Вот смотрите, США не дают Украине оружие, они хотят, чтобы Россия увязла. И, в общем-то, ну, в общем-то, США – это такие же империалисты, как Россия. Просто Россия – это старый империалист, а США – это новый империалист. Ну, вот сейчас прошло, ну, я уверен, что вы также ответили бы ему тогда, но сейчас прошло время. Как-то я все меньше и меньше слышу таких голосов, но все-таки, чтобы закрепить… Повторение моего заключения, чтобы закрепить знания, я бы хотел, чтобы вы ответили вот подобным. Потому что там где-то, где-то все-таки промежутят. Все-таки США не дают оружие, все-таки США не хотят, чтобы Украина быстро победила. Ну, давайте так. Вообще-то, по большому счету, Соединенные что-то не обязаны. Ну, наверное, они могут занять такую позицию. И за счет того, что у них же это же демократия, у них же тоже такие мнения постоянно культивируются. Постоянно ведется внутренняя дискуссия, кто важнее, кто опаснее вызов делает Китай или Россия. То есть вот эта вот заточенность на борьбу с Китаем во многом определяет подходы по отношению к России. Или даже не определяет, а определяло. Кажется, они уже этого вопроса перешли. И, конечно, когда на тебя падают бомбы, тебе кажется, что оружия мало. И, наверное, если бы те же «Хаймерсы» появились во время штурма в Мариуполе, ситуация могла выглядеть совсем по-другому. Это тоже факт. Но тут мы сразу начинаем разбираться в части и логистических вопросов, и обучения персонала. И вот вы правильно сказали, что мощи США достаточно, но у них же, что очень важно, они, зная вот эти антиамериканские настроения в мире, они делают колоссальный упор на создание коалиции, что не только они там, ну, в смысле в Украине или в Ираке или в Афганистане. Очень важно было, допустим, пригласить Украину в Ирак. Тут можно было, когда была эта война, и можно спорить, что там делала Украина, но для них, для американцев было важно, что вот еще одно есть государство, которое с нами. И вот во многом это определяет развитие событий, что вот с нами 54 государства, которые приезжают на встречи в Рамштайне и говорят, что Украине будем помогать. Вот. Но самое главное, давайте все-таки определимся. Мне так кажется, может быть, российские патриоты поспорят со мной, но все-таки приказы российской армии отдает не Байден. Вот не Байден. И напасть на Украину это решение было на Путина и его военных преступников. И кто бы что ни говорил, западный мир в дипломатическом плане предпринял колоссальные усилия, чтобы предотвратить эту войну. Была масса контактов. И, опять же, запад в целом, он играет в одной команде. Вот эти звонки, визиты и Макрона, и Шольца. Они же на что были направлены? Чувак, давай это, остановись. Мы же видим, что ты уже сорвался и сейчас нажмешь на красную кнопку. После чего все изменится кардинально. Они же старались, это факт. Ездил директор ЦРУ, встречался с Путиным. Это подтвердила российская сторона. Потом были заявления о том, что Путину сказано было, что все все знают, что ты падла хочешь сделать. Подумай. Говорили и о санкциях, и о изоляции, и о том, что будет поддержана Украина всеми возможными способами. Тут есть еще один момент. Когда говорят о том, что достаточно и своевременно ли поставляет оружие Украине Соединенные Штаты. Так вот, первый месяц был определяющий. Это факт. Потому что они после Афганистана и вообще... Только у украинцев не было сомнений, что мы будем воевать. А у всего остального мира они хотели посмотреть. Да, это тысяча наших жизней, но никто не будет инвестировать политический военный капитал в страну, которая все может побросать на поле боя. Как это делает, кстати, кто Российская Федерация? Я вот просто в шоке от этих воинов, честно говоря. Вот любая ситуация... Сколько они трофеев оставляют для Украины? Абсолютно в рабочем состоянии. И танки, и Т-90, и радиостанции, и беспилотники, и оружие. Соединенные Штаты не хотели бы оказаться на таком месте, чтобы потом, условно, российские захватчики гоняли на американских гамберцах М109. Вот это вот все привело к сегодняшнему развитию событий. А самое главное сейчас, что все говорят о среднесрочной, дальнесрочной перспективе в части развития вооруженных сил, что там будет передаваться, то есть переход на натовские стандарты. Короче, здесь уже все все поняли. И самое главное, россияне поняли, что им в лапки. Вот при всей вот этой их истерике там, они же понимают... Мне кажется, вот этот вот надлом внутри российских и пропагандистов, и российских этих элит, он произошел на фоне того, что они... Все теперь понимают, по России в первую очередь, что победить Украину вот в таком вот виде, как они это думали, мы дойдем до Польши, невозможно. Когда там всякие Маргариты Симоньяны вечерние по носу и по мету, в смысле Владимира Рудольфовича Соловьев, говорят, что все только начинается, все только начинается, мы вернемся, мы вернемся в Киев, мы вернемся в Валухи. А, вроде мы их пока еще не освободили. Это в Белгородской области и так далее. Ну, вот эта вот фраза, все только начинается, ребята... Да нет, вы просрали эту войну, в любом случае. Вопрос только, сколько еще жизней будет забрано с двух сторон. А сдвинуть ситуацию им не удастся. Принципиально Украина была ей и будет. Ну, а Соединенные Штаты... Я так понимаю, что вопрос... Вот там же, знаете, вот такой интересный момент. Когда тема дискутируется, 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 а потом раз, она пропадает из общественной дискуссии. Вот сейчас из-за общественной дискуссии пропал вопрос передачи Украины F-16. Вот почему-то перестали об этом говорить. И я думаю, что перестали говорить не потому, что решили это не делать. С точки зрения наоборот. Ну, дай-то Бог, дай-то Бог. И тем не менее, действительно, я вот согласен с Соловьевым, Симоньян и так далее. В той части, что все только начинается. Правда, все только начинается. Только совсем по-другому, нежели они думают. Все только начинается. Действительно. Тем не менее, считать Путина полным идиотом тоже сложно. Конечно же, у него, я прошу прощения, если я кого-нибудь сейчас обижу, ограниченные умственные способности, я считаю, после того, что он сделал. Но я, когда началась эскалация военных и боевых действий на границе Армении и Азербайджана, я написал пост по поводу того, что римский принцип, кому это выгодно из этого. И мне в комментарии тут же написали, Гевла говорит, а исходя, вот вы сейчас написали, вы сейчас обвинили фактически США в том, что вот Россия напала на Украину. Я говорю, одну минуточку, одну минуточку. Когда Путин нападал на Украину, он был абсолютно уверен, что ему это выгодно. Так что извините, тут абсолютно разные вещи. Тем не менее, он на что-то рассчитывал. И рассчитывал он, скорее всего, на свою пятую колонну, шестую палату или еще там кого-то в Европе, в старой Европе. Ну, действительно, очень много денег было вложено. И очень интересный конструкт был создан, при котором казалось, что куда Европа денется. Энергетическая безопасность зависит от Путина. Коррумпированные элиты, ну, куча. То есть столько, что я думаю, что там еще консервные банки будут взрываться и взрываться. Даже и после войны будут взрываться эти консервные банки. Про старую Европу. Германия, Франция, Италия. Тех, кого мы называли травоядными. И тех, на кого, в общем-то, наделся Путин. Как на своих, если не союзников, то как минимум, да, в определенном смысле союзников в войне с Украиной, которые не дадут Соединенным Штатам, не дадут Польше и странам Балтии и странам Восточной Европы оказать эффективную помощь в Украине. Европа поменялась старая? В наших глазах? Ну, во-первых, как бы там ни было, они сами испугались. Они же увидели, что это фашистское государство, которое, кто знает, где оно становится. Вполне возможно, что, несмотря на все эти популистические расклады, а для демократии это, в принципе, свойственно, кто-то немножечко так посоображал и пришел к выводу. Если Россия захватывает Украину, да, половину людей они уничтожат, а вторую половину вольют уже в российскую армию. Для чего они это будут делать? Ну, потому что вот кто-то, а этот кто-то сидит в Кремле, мерит линии 1997 года. Я, если честно, особенно вот у нас до сих пор на Германию так немножечко обижаются, говорят, что вот у него такая вот двузначная позиция, не совсем объективная, что вот часто у нас любят там вспомнить и в современных реалиях даже вот были такие моменты про Риббентропа и Молотова вспоминают. А я всегда говорил, что Германия играет в нашей команде, причем это хороший полицейский. Вот Штаты – это плохой полицейский, а Германия, Франция и Италия, возможно, их можно даже объединить в этом плане. Да, у них некая позиция солидарна, ее можно понять. Это локомотивы Европы, которые вследствие своей деятельности за последние десятилетия, они подсели на российские углеводороды. Что сейчас кардинально меняется, и это прекрасно. Но я бы всегда смотрел на расклад, то, что называется на земле. Все эти три государства уважаемых, они все прислали нам одинаковое количество галбиц 155-мм, FH-70 – Италия, Цезарь – Франция и вот эти вот самоходные на гусеницах – Panzerhaubitz 2000 – Германия. Вот это, наверное, самое четкое определение и расклад. Конечно, мы-то вот в Украине на всех немножечко убежаемся, но я еще раз хочу украинцам проговорить эту вещь. Мир, он не только украиноцентричный. Есть масса людей, которые смотрят на ситуацию с высоты своих холмов и своих столиц. И эти интересы, они не всегда соответствуют украинским интересам. И вот задача и дипломатии, и вообще здравого смысла – это каким-то образом скоммуницировать. И сейчас это все произошло, то есть коалиция абсолютно четкая, и никаких я не вижу предпосылок, что она каким-то образом расколется или что-то произойдет. А теперь про страну, которая, ну я скажу, это страна, которая первая начала поставлять тяжелые вооружения в Украину. Еще до того, до конфликта. Это страна, которая, в общем-то, с которой Украину связывают стратегические отношения очень давно, но в то же самое время она такая разная. Я про Турцию. Вот то, что я вижу, отношение к Турции в украинских СМИ, в украинских медиа, оно достаточно неоднозначное. Потому что, ну потому что Эрдоган… Политика неоднозначная. В политиках неоднозначная. Вот Шольца говорит с Путиным, хотя Шольц тоже говорит с Путиным, он встречается с Путиным. Сейчас в украинском обществе каковы настроения по поводу Турции? Потому что так или иначе Турция продолжает оставаться очень серьезным фактором. И на Черном море, и в этой войне. Если исходить из того, что, опять же, Анкара смотрит на мир с высоты своих интересов, то в нашем случае могло бы быть как минимум хуже. И в ключевых вопросах Турция занимает абсолютно проукраинскую позицию. Какие это вопросы? Это территориальная целостность Украины. Это самое главное. Это касается и Крыма, и других территорий. Ни разу официальные представители Турции этот вопрос не ставили под сомнение. Я уже слышал, наверное, 105 раз Пескова, который говорил, что «Ну да, 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 здесь мы с турками не согласны, мы будем им там объяснять, почему мы считаем, надо убивать украинцев». Это первый момент. Потом, что касается второго момента, который вытекает из первого, это военно-техническое сотрудничество. Как бы там ни было... Конечно, поставки оружия, это же намного все шире. Это не только байрактары с боеприпасами. Это и корабли, которые строятся на турецких верфях. Это бронеавтомобили. Это вообще там номенклатура взаимных контактов в этой части. Она потрясающая. Потом мы все-таки благодаря туркам экспортируем сейчас наше зерно, несмотря на блокировку, на морскую блокаду со стороны Российской Федерации. Поэтому, конечно, кто-то скажет, что Турция пополно использует мордор в части. Доит Москву. Ну, может быть, это и неплохо. Видите, там вот государства такие, как Турция, Китай, Индия, они просто пользуются этим. Пользуются этим российским военным вторжением для того, что они говорят, «А, Вован, иди сюда. Мы слышали, у тебя там скоро нефть из башен, из окон Кремля будет вытекать. Мы у тебя ее возьмем с дисконтом, с таким, с которым мы сами определим. Мы готовы у тебя купить это за вот столько». И он продает. Обвинять в этом эти страны едва ли корректно, особенно если ты оцениваешь адекватно свой собственный вес. И Турция – это такая страна, вот когда у нас буквально перед войной было подписано соглашение о зоне свободной торговли, я тогда сразу сказал, что соглашение абсолютно классное и правильное. Только, ребята, если вы хотите зону свободной торговли с Турцией, то правила ведения бизнеса в Украине должны быть не сложнее, чем в Турции. Потому что если вы так сделаете, то просто масса украинских компаний тупо переедут в Турцию, потому что им будет проще. Ну, это глобальный мир, глобальная конкуренция. Вот, поэтому все сложно, но я бы, да, я в данном случае, зная товарооборотом России и Турции, я, тем не менее, эту страну бы отнес в части войны в наши союзники. И, опять же, турки занимают второе место по количеству убитых российских солдат после Украины. Ну, вот в современной истории. Значит, прежде чем переходить к самому вкусному, это именно к Кавказу, к отношению кавказских стран и их поведению, я все-таки, ну, вы уже поминули о Китае, все-таки о Китае поподробнее. Китай, так или иначе, был еще одной главной надеждой России. Что типа того, ну, ребята, это уже после того, как на Европу надежды провалились. Ну, в конечном итоге, у Китая есть технологии, у Китая есть все. Китайцы, слушайте, с моторсичью истории и так далее, и тому подобное, в общем-то, с Украиной отношения в последние годы не складывались. И, тем не менее, китайцы оказались достаточно... А, и самое главное, чтобы не забыть, вот эти все сообщения по поводу того, что ящики с боеприпасами китайскими были найдены, там, с маркировкой китайской, еще что-то, еще что-то. Вот по мне, я не знаю, я там не был. Я в тысячи километрах вообще оттуда. Но я, по мне, так, я думаю, что это провокация российская. И очень важно Москве сегодня, чтобы Китай воспринимался как их союзник, как их кто-то. Вот кто-то есть у них. Гела, давайте с ящиком этим разберемся. Вполне возможно, что эта фотография абсолютно реальна, или это видео. Но есть одно видео на фоне одного ящика с боеприпасами, на которых якобы написано на китайском языке. Так я вам хочу сказать, что украинская армия, используя в том числе иранские боеприпасы, к советской технике, к советскому калибру. И, допустим, пакистанские. Но почему-то никто же не делает из этого вывод, что Иран теперь стал союзником Украины, поставляя при этом БПЛА Российской Федерации. Эта история, она сложнее. Значит, я бы на нее смотрел вообще по-другому. Это значит, что они начали испытывать снарядный голод, и они шакалят по всему миру и ищут боеприпасы. И скупают их там за нал, за не нал. Мы знаем, что Китай, например, представлен очень круто в странах Африки. И вообще-то Китай становится одним из таких ключевых игроков на оружейном рынке. И они дофига чего экспортируют, дофига чего производят. И если кто-то привез из Африки коробку, а может быть, самолет, или даже пароход мин китайских, это не значит, что Китай участвует в этой истории. С точки зрения Китая, вот им, наверное, как раз затягивание конфликта выгодно. С точки зрения геополитики. Ну, а никто сейчас про человеческие жизни, к сожалению, не думает. Они смотрят, что на Россию становится слабее, слабее. Еще немного, и Синдзимпин или его сменщик будет говорить, что мы будем, Вова, у тебя определять цены не только на твои углеводороды, мы сами будем определять, что мы отсюда заберем с твоей территории. Даже приформально может быть сохранение границ, но мы будем здесь определяющие. Ты наша шестерка с гигантской территорией. Ты настолько токсичен, что с тобой может позволить сотрудничать только такая великая страна, как мы, Китай великий, на наших условиях. Вон, ты посмотри, что произошло. Казахстан наш союзник, не твой. Засунь своего ДКБ себе в одно место. Территориальную целостность в Беларуси будем гарантировать мы, а не ты. Узбекистан и Таджикистан, и Киргизстан. Мы там работаем. Мы померим этих два великих народа, киргизов и таджиков, чтобы они друг друга не стреляли. И вот таких вот очень-очень много моментов. Поэтому я, если честно, думаю, глобально в части Китая китайцы работают агрессивно, и они пролоббировали ряд ключевых решений на украинском рынке. Это вот история с Хуавей и история с Мутерсич, которая сильно подпортила наши двухсторонние отношения. Я, если честно, обладая властью в нашей стране, я бы нашел людей, кто принял эти решения в Украине. А эти решения в Украине были приняты после 2014 года, когда уже стало понятно, что независимость Украины базируется на позиции США. И кто-то идет, скажем так, на поставки ключевых технологий главному противнику Соединенных Штатов. Их, конечно же, надо взвернуть на русской березе. Но у нас нет, на украинской березе. У нас свои украинизированные березы. Потому что это испортило очень сильно отношения между странами. А так, у нас было нейтральное отношение с этим государством. А это оптимальная опция. То есть обмен товарами, взаимная торговля. Мы поставляли, если бы не война, продолжали бы поставлять кучу продовольствия. Брали у них кредиты. В общем, все было нормально. А вот эти две истории, они сильно испортили расклад. И сейчас мы видим по голосованию Китая за Россию частенько на международных площадках. Но я бы тоже это не драматизировал. Потому что Китай смотрит... Китай борется с США в данном случае. И НАСА рассматривает как союзника. Хотите, как сателлита. Они настолько большие, могут себе позволить так смотреть на мир. Неважно. Но у них другая логика. И вот если бы руководство Украины вот эту нейтральность сохранило бы, то, я думаю, Китай бы сейчас тоже мог бы немножечко по-другому себя позиционировать. Именно так я абсолютно согласен. То есть, но самое главное, мы как раз таки к этому подошли, к саммиту Шоссе и так далее. Что показал саммиту? Что показал? Да, конечно, несчастный он за это самое. Но самое главное, Путин достиг на этом саммите, бойтесь своих желаний называется. На протяжении многих лет, уже, ну, наверное, лет 10, Путин пытался доказать своему всему миру, насколько неправ был президент Обама, когда сказал, что Россия является сильным и важным региональным игроком. Сильной и важной региональной державой. Фактически, ведь одной из целью вторжения в Украину было как раз таки доказать то, что Россия не является региональной, сильной, важной, ну, не региональной, а мировая. Так вот, Путин доказал, что Россия действительно не является сильной и важной региональной державой. Просто в части сильной и важной перестала быть сильной и важной. Региональная еще сохраняется, все у своей территории. А вот сильное и важное уже нет. И в общем и в целом, конечно же, Китай прекрасен. Я считаю очень внимательно, стараюсь читать сообщения с Китаем просто там. Жен Минжибао прочел на английском и уже знаешь, что они там себе думают. Но Индия, меня больше всего поразил, честно говоря, премьер-министр Индии, который менторским тоном президенту России, а напоминаю, что президент России, это не просто правоприимник юридический, это наследник Советского Союза. Русских Индии, помним же, да? А ворогу, бродяга и обратить средь звезд судьба моя, Рашхапур и все дела. И вот чтобы премьер-министр Индии, менторским тоном говорил главе России. «Сейчас не время для войны», а тот оправдывался, что это не я, это они не хотят договариваться, это они не хотят мира, я тут ни при чем. Чуть ли не простите, дяденька. Меня это больше всего поразило в Сабарханде, честно говоря. Причем он же оправдывался и перед Циндзипином, и перед премьером Индии. Нуринда Моди, да, он же оправдывался, и это, конечно, прекрасно, когда столь уважаемым лидером он говорил о том, что вот жаловался на Зеленского, что Зеленский не хочет с ним общаться. Хотя выглядел он жалким, потому что все прекрасно знают, что позиция, в принципе, всех проста. А живите в рамках международно признанных границ. Вот это, наверное, ключевой момент. И я так понимаю, что вот эти лидеры вот этих стран, ну, Индия, Индия, она все равно, мне кажется, во многом в украинском конфликте позиция США, Индии ближе. И смотря на перспективу, как Россия множит и военные преступления, и, в принципе, начинает слабеть, очевидно, они смотрят наперед и понимают, что как только их объявят государством спонсором терроризма, то даже покупать по той цене за рупии, какой они хотят нефть, они не смогут. И они говорят ему, маньяк, успокойся, давай прекращай это, потому что если станет вопрос, кто для нас важнейший партнер на этой планете, США или вы, мы вас пошлем, все знают куда. Курса русского корабля. Конечно, и Китай занимает точно такую же позицию, потому что товарооборот, бабло определяет все. Мне там так это позабавило, когда Манничелла, я говорю о Путине, он там рассказывал о том, что это страны с высоким ростом ВВП и говорил об Индии и Китае. Мне хочется сказать, чувак, а ты тут при чем? Ты-то еще примазываешься. Другие государства, при всем уважении к ним, их можно, наверное, не рассматривать, такие как Таджикистан и Киргизстан, не потому что они друг с другом справляют. Там были Турция, там был Пакистан, там был Иран. Были страны крупные достаточно. Да, но если мы говорим на мировую экономику, то все-таки Китай и Индия – ключевые игроки. И вот это вот странно, когда он там рассказывает, вот эти вот растут. Ты о своем ВВП, дурак, думай, а не о том, как развиваются другие государства. И вот это прикольно. Единственное, что дело, вот он там выглядел там жалко, в этом Самарканде, в узбекском, это правда. Но он же вернулся в Москву, и они взялись за старое. Он вернулся к своему любимому экрану насилия. И все, в бункер спустился, чувствует себя в относительной безопасности. И давай там бомбить, бомбить, ну и так далее. То есть я к тому, что ручное российское телевидение, оно очень четко показывает настроение в Кремле. Вот они-то не угомонились. Вот это вот важно. Понятно. Да нет, они не угомонятся, пока их не угомонит. И угомонит их может только, и угоманивает их ВСУ, что в общем-то здорово. И сейчас переходим, конечно, к самому вкусному и интересному. Это три южно-кавказские страны. Ну, начнем с Азербайджана. Самая крупная страна. Страна, которая, в общем-то, ну, между Азербайджаном и Украиной еще до системы электронических событий сложились практически доверительные отношения. По крайней мере, и в Азербайджане, и в Армении уверены, что Украина однозначно поддерживала Азербайджан во время 44-х дневной войны. Но это, скажем так, это эскалация боевых действий. Война одна. Ну, называется условно с Азербайджаном. Война это одна, которая идет с 90-х годов. Это во время 44-х дневной эскалации боевых действий. Тут, конечно же, я не могу недооценить роль такого, ну, сейчас это вообще категория, как человека, как Арестович, который во времена той войны комментировал эту войну. Комментировал ход боевых действий в Азербайджане. И, видимо, получил неплохой опыт, как мы видим сейчас. Но, тем не менее, а, все время, что вспоминаю, когда начинают перечислять, это компания Сокар, которая, насколько я знаю, насколько я знаю, что самая вкусная шаурма, которую я ел, это не в Стамбуле. Это в Киеве, на заправках Сокара. Прикол в этом. Это реально. И вот при всем при этом, как говорится, как на автоматизации, но есть нюанс. Вот этот нюанс, то есть, хотелось бы, есть ли, есть, давайте я так спрошу, есть ли нюанс? Да нет никаких нюансов. Во-первых, это странная ситуация. Почему? Потому что, первое, Украина поддерживает и на человеческом, и на государственном уровне целостность азербайджанского государства, территориальную целостность. При этом, как это ни странно, но очень в общественном сознании нам жалко армян. Это правда. Я не знаю, может быть, и армяне, и азербайджанцы скажут, Рома, так вы там или определитесь, вы за кого-то или за кого-то, но я говорю, как есть. Но прямая территориальная целостность, он первичный. И никто еще ничего лучшего не придумал, чем вопрос урегулирования споров по границам, которые на карте ООН. Вот это ключевой момент. То есть, всегда можно искать варианты, но если мы исходим из этого, то масса людей бы осталась бы живым. И в Азербайджане, и в Армении, и в Украине, и в России, кстати. А то как-то мы об этих... И в Грузии тоже, да? Да. Вот. И самое главное, понимаете, почему при этом вот мы так можем говорить, вот как я сформулировал. Во-первых, у нас с Азербайджаном, Арменией и Грузией у нас нет границ общих, и нам нечего делить по сути. Пока нет. Грузии есть. Я убежден, что таких проблем не будет. У нас... Геограниц нет, я говорю пока. Да. Но я шучу. Я говорю о географических границах. Все остальные границы возможны, но тем не менее. Для большого количества грузин, азербайджанцев и армян, Украина является родным государством, родным домом. У нас никогда не было каких-то, ну скажем так, базирования мнения о людях на основании их происхождения, их корней и так далее. Посмотрите, у нас масса людей с и грузинскими корнями, и с армянскими, может быть с азербайджанскими, кстати меньше, которые во власти... И, кстати, у меня в передаче были ребята, значит, парень был, которых занимался, его компания занималась распространением Старлинкс в Украине, то есть дистрибьюцией. То есть Старлинкс раздавали, именно его компания, азербайджанец парень. А почему я так сказал? Как раз вот это лишний раз подчеркивают, что этническая составляющая никогда не была определяющей. Другая логика принятия решений. Это почему у нас президент Зеленский и его этническое происхождение никого не интересуют. Точно так же много этнических русских, короче, этническая составляющая у нас не является определяющей. И вот, наверное, вот знаете, я вот всегда провожу, вот смотрю на азербайджанцев и армян, вот на их войну, и смотрю на нашу войну, Россию и Украину. Что происходит? Значит, очевидно, вот эта межнациональная рознь, которая будет с Россией как государством, она заложена на поколение, что мы видим между Арменией и Азербайджаном. Но вот есть одна все-таки принципиальная вещь, что нас в этом отличает, что вот фронт двигается в Украине, он не предполагает по большому-то счету массового выезда людей. То есть, если там, где война Азербайджана и Армении, там живут или азербайджанцы, или армяне, правильно? Ну, вот так вот, по большому-то счету, ну, не работает вот эта вот схема, что флаг-то тот или другой, и может жить представители двух народов. В нашем случае, немножечко по-другому, хотя это тоже меняется, ближе к такому армяно-азербайджанскому варианту. В вашем случае, если украинцы, независимо от одничности. Да, но я к тому, что вот их политика Кремля, вот она же сейчас, они начали четко заявлять, что они борются с этносом, и что происходит? То есть, захваченные территории, Мариуполь, Лесичанск, да любой другой город, что предполагают? Они изгоняют украинцев из этой территории, заставляют их уехать под угрозой смерти. Кто-то, в принципе, не хочет жить среди фашистов. Ну, это все понятно. Короче, происходит замещение населения. И вот, когда Украина возвращается, вот сейчас вот на болотах там такой вой, что ребята, которые получили, ребята-идиоты, которые получили российские паспорта, теперь в Белгороде живут на вокзале. Вот это вот тоже как раз говорит о том, что будет этнически однородное пространство. Ты будешь или украинцем, или русским, ну, или россиянином. Причем, неважно, на каком-то языке говоришь. Ты можешь быть... Не этнические, политические, скорее. Конечно, да, да. Я думаю, что вы очень корректно меня попали. То есть там на вокзале в Белгороде, я уверен, очень немало этнических украинцев. Да, да, да. Вот. И есть еще, вот если мы вернемся в наш регион, где вы находитесь сейчас, то есть Грузия, Армения, Азербайджан, у нас есть еще такая тема в Украине, что мы вообще очень мало знаем о других странах, о других людях. Вот. Мы сильно, Украина, такие центричные, считаем, что все нам должны, все нам обязаны. Вот. Но если мы вернемся к Армении, вот я помню, были периоды до 2014 года, что мы активно продавали оружие Азербайджану, если он соглашался покупать, потому что аппетиты и запрос на высокие технологии у Азербайджана мы потом увидели во время войны. И Азербайджан имеет такие ударные системы, которые у Украины не до сих пор. Вот. А вот не могу сейчас вспомнить год, но был такой момент, по-моему, начальник Генштаба Вооруженных сил Украины приезжал об Армению, и россияне там устроили супермитинги, протесты, что, мол, вот, Украина поставляет оружие в Азербайджан, и усиливает наших врагов. И по большому-то счету чувствуется, что в политическом плане присутствие России в армянской жизни, оно очень такое значительное. Вот, у меня, например, поразил пост, парень этнический армянин, гражданин России, как же его, они с Зеленским пересекались по актерской деятельности. Сарик как-то, ну, я посмотрю, проверю. Ну, смысл в чем? Что этот парень, вот, самое интересное, что люди, которые бежали условно или в Украину, или в Россию от войны между Азербайджанами и Арменией, и вот он, его семья бежала в Москву. И вот эти люди, они стали просто дешевыми российскими пропагандонами, которые там рассказывают о том, что вот, когда была 40-дневная война, 44-дневная, то, мол, Украина стала на стороне Азербайджана. По-моему, это слишком, потому что Азербайджану он настолько далеко пошел в своих изменениях, что наступил момент, когда нам уже нечего предложить им в части военных технологий. Вот и все. Про Грузию. Про Грузию я скажу так, вот недавно у меня был разговор с Валерой Челошвили, это мой друг, элитный дипломат грузинский, первый посол. Гуам. А? Да, председатель, был генеральным секретарем Гуам, генеральным секретарем Организации Черноморского экономического сотрудничества, но он всегда подчеркивает, что самое главное, он был первым послом Грузии в Украине. Это, ну, Киев для него родной город и так далее. И я, вот, когда мы с ним поговорили, я говорю, слушай, я говорю, Валер, ты знаешь, что вот у меня такое… Вы же в Рамштайне, мы в Рамштайне, мужчины Рамштайна, все, честь по чести. Вот у меня такое, это самое, чувство, что когда Россия будет подписывать в этой войне несколько капитуляций, капитуляцию с Украины, само собой, и капитуляцию со странами Рамштейна, и когда представители российских военных, которые будут подписывать, а это будут военные именно, подписывать капитуляцию, увидят нас там, то это будет примерно как реакция генерала Денниса на подписание к федерации Франции. Мы что, вам тоже проиграли? То есть на самом-то деле, то, что мы в Рамштайне, это очень здорово. Еще раз скажу, что самое главное, что делает Грузия в этой войне, это даже не то, что в Грузии тотальная поддержка, весь в Тбилиси, в украинских флагах, я уже рассказывал, как знакомая знакомых из Херсона, которая бежала, значит, соответственно, поздно ночью прилетела, но нужно было ей переждать несколько дней, неделю, чтобы сделать документы и улететь в Германию. И остановилась, соответственно, у нас, нас не знают, мы ее тоже не знаем, в Киеву позвонили, сказали, нужно принять, все есть. И это, значит, такси подъехало, просто объяснили, как, что, адрес, такси подъехало, второй подъезд, и тут, слушайте, говорит, это, говорит, подъезд, где украинский флаг? Я говорю, не показатель! У нас на всех почти подъездах украинский флаг, поэтому это не Орентин, второй подъезд. Главное, конечно же, это те наши ребята, которые граждане Грузии, я не говорю про грузин, которые в Украине, граждане Украины, это их дом, это их обязанность. И у них тоже это обязанность защищать Украину, которые сейчас воюют, и, к сожалению, да, гибнут, как и все остальные. И, тем не менее, тем не менее, вот есть вот это чувство, опять-таки, есть нюанс, есть чувство недоговоренности, есть чувство определенной горечи. Что в Украине об этом говорят? Что говорят об этом в Киеве? Ну, наверное, если мы говорим о том, что называется, позиции народов, то тут полный консенсус, полный унисон. А в части официальной многие удивляются, почему Грузия, как страна, пострадавшая от российской агрессии, у которой 20% территории оккупированы, ну, скажем так, занимает такую очень избирательную, очень осторожную позицию. И, что интересно, я так понимаю, Грузия и к санкциям присоединилась практически, как ко всем. Все это сделано, но вот в общественном сознании есть такое, что вот, мол, грузинское руководство, извините за прямоту, отморозилось от этого, что мы где-то там. Вот. Вот это, наверное, такой главный маркер. Но я не думаю, что это между странами на нас как-то повлияет. Все равно, как только откроется авиасообщение с Грузией, масса народа отправится в Тбилиси, в Батуми. Ну, как всегда. И я очень сильно надеюсь, что среди этой массы народа будет и роман Цибарь. Ну да, тем более я в Тбилиси не был с августа 2008 года. Надо, надо... Вот это последнее впечатление такое, горечи и страха, и его надо, наверное, все-таки заменить уже. Кстати, насколько они похожи, вот эти впечатления и чувства, вот. Тбилиси августа 2008 года и Киев февраля 2014 года. Ну, 24 года. Я понимаю, что прошло много времени, я понимаю, что другая ситуация, я понимаю. И все-таки есть что-то схожее в эмоциональном фоне? В эмоциональном страх, и я не боюсь об этом говорить. Я вот, знаете, очень, я на всю жизнь запомнил такой момент в Тбилиси. Значит, когда уже аэродром был разбит, и, соответственно, система ретрансляции, их россияне разбомбили, и несколько самолетов американских, которые везли там и оружие, и гуманитарную помощь, вот эти гигантские Си-17, Геркулес или как-то они, они по каким-то причинам начали заходить со стороны города, заходить на посадку. Я вот у своего друга Ираклия, у него дома, у него один из верхних этажей, и вот я, когда тот самолет заходил, он реально рычит так, что просто, ну, я видел страх, я просто помню глаза его детей. Потому что когда будет так самолет, ты не знаешь, это заходит бомбардировщик российский или военно-транспортный самолет. И вот эти глаза, я их увидел спустя годы в глазах своих детей. Вот этот вот страх, когда ты понимаешь, просто страшно. И, конечно, этому прощению нет. Страх твоих детей за это. За это их надо убивать. Я говорю о россиянах, которые этот страх поселили в душах наших детей. Вот это такая очень, ну, вещь, которую невозможно забыть. Это правда. За прошедшую неделю у меня было 5 или 6 включений на украинских телеканалах и YouTube-каналах. Ну, какие-то побольше, какие-то поменьше. Я, честно говоря, думал, что у меня будут спрашивать, ну что, какая новость самая горячая? Армения и Азербайджан, да? Ничего подобного. Ну, вот только Людмила Немырева у меня про это спросила. Ну, там было ряд вопросов, соответственно. А в основном были вопросы по референдуму про войну. Да, я, кстати, вам тоже сбрасывал эту ссылочку и спросил, Гела, что это значит? Ну, я могу процитировать, что я сказал, что он долбодятел. Чего-то не попрощает в тибаде. Ну, действительно, да. Кстати, он сам потом сказал, он понял, что он сморозил глупость и сказал, что типа того, ой, я же пошутил. А он не пошутил. Он не пошутил. И вообще, вы знаете, ставить перед населением, перед народом вопрос, хотите ли войны с кем-то, это и манипуляция, и да, это скотство на самом-то деле. Потому что люди не хотят воевать. А что в постановке вопроса в таком ключе, это называется переложить с себя ответственность. А это самое главное. Ты же представитель власти. Я говорю в данном случае не конкретно грузинскому представителю. А я конкретно. Ну, вы грузины, вы имеете в виду. Это было конкретно про Иракля Кубахидзе, который сказал такое, что у меня начали... Кстати, не только, но в основном украинские СМИ у меня. Украинские СМИ у меня это спрашивали. Другие... Ну, мы были поражены. Российские, наверное, бы тоже спрашивали, но и российские СМИ после февраля 2014 года... Я просто не даю. Ну, вот так вот. Поэтому, ну, еще раз говорю, что... Ребята, это я из серии, я это уже говорил. Девочка, что ты хочешь? Поехать на дачу или чтобы тебе отрезали голову? На дачу. Муля, ты слышал? Девочка хочет на дачу. То есть, ну, зла не хватает. И знаете, дело, ну, тут с этим понятно. Я вот так вот думал, что еще вот... Такой вот вопрос. Сейчас мы об этом немножко забыли из-за военного вторжения. Но я все-таки думаю, что вот один из шагов, чтобы вот эти недосказанности между Украиной и Грузией политически были ликвидированы, надо вернуть на родину гражданином Украины Михаила Николозовича Саакашвили. Можно по-разному это... Во-первых, Мишу у нас любят. Он у нас не был президентом, поэтому мы его любим практически все. Вот. И это... Возможно, даже и Грузия это пойдет на пользу, потому что будет такой шаг и милосердия, и снисхождение. Ну, кто как хочет, может это трактовать. Ну, а мы, Мишу, конечно, ждем в Киеве. Я скажу больше, это не Грузия, это этим властям может пойти на пользу, потому что состояние здоровья Михаила Саакашвили, конечно же, вызывает очень большую тревогу. Ну, человек в... Давайте прямо скажем, не хочу сейчас... Человек в очень тяжелом состоянии, скажем так. И отправить его на лечение, я думаю, что... Но, кстати, кстати, это одно из требований. Один из 12 пунктов Европейского Союза. И то, что наши власти делают вид, что они не понимают... И это первый пункт. И то, что наши власти делают вид, что они не понимают, что прекратить деполяризацию в обществе, пункт, это право, вот это... Да, но это политически мотивированное решение. Кто-то его поддерживает, кто-то нет, но это факт. Не получится прекратить поляризацию в обществе, пока Саакашвили умирает в больнице, в данном случае, но фактически в заключении. Не получится. И если, не дай бог, что-то случится, то не получится на очень долго. Поэтому, ну, я не знаю сейчас. Ну, там же целый комплекс. Сейчас вся суть в чем? Откуда вот эти фразы про референную, про войну и так далее? Сейчас суть в том, что американцы очень серьезно давят. И наши власти пытаются доказать, что они давят не потому, что товарищ, который находится во власти, не оправдал их высокого доверия. И на самом-то деле не оправдал высокого доверия и вузовского общества. А потому, что Запад хочет нас втянуть в войну. Вот это главный, скажем так, нем, который передается обществу. Но все меньше и меньше людей в Грузии верят в это, потому что в это невозможно поверить. Я не думаю, что кто-то... А как втянуть войну? Значит, открыть второй фронт, предпринять шаги по оккупации... Нет, войну, просто войну начать, да, начинать стрелять сейчас в российские войска, которые находятся на линии оккупации. Вот о чем будет речь. Ну, типа того... Сначала это было про Украину, что Украина... Не думаю, что вопрос стоит в таком ключе. Да не стоит он так, абсолютно. Но это нужно... Но это то, что они хотят продвинуть. Ну, а зачем тогда? Откуда тогда критика, мол, власти? Власть нашу критикуют США. Именно из-за этого. Хотя, совсем по другому поводу. Потому что, а, Грузия так и не стала полноценным членом Рамштайна. Была бы, извините, передала бы уже свое вооружение Украине, в том числе и боевые машины Дитгори, которые сейчас нужны, кстати, Украине. Вот сейчас советские танки, может быть, Украине не очень нужны. А вот боевые бронемашины сейчас вот это то, что нужно в преддверии интересных событий. Так что, вот то, что мы имеем. Ну да, кстати, видите, вот дело, это тоже такой интересный момент. Вот возьмем даже такое интересное и уважаемое государство, как Казахстан. Как они свою позицию зафиксировали? Они передали 5 скорых помощь в качестве гуманитарной помощи Украине. Для государства это вообще ничего. Это копейки. Это даже не копейки. Это ничего. Но они зафиксировали свою позицию в части этой войны. Со стороны Грузии... Не-не-не. Я просто... Может быть, что-то и было? Я имею в виду, что... Не-не-не-не-не-не-не. Вот тут по поводу гуманитарной помощи Грузия занимает одно из первых мест, а если брать на душу, население может быть и первое, в мире вообще по помощи Украине. Но там нужно хорошо понимать, что да, процентов 20 это государственная помощь из этого всего. А остальные 80, извините, ребята, это работы волонтерских штабов. Гэл, я должен перед грузинами извиниться, если я так... Ну, это не заметил. На самом деле, почему? Потому что я... Потому что незаметно в этом потоке. Но, согласитесь, передача вот этих вот пяти автомобилей, вот это будет зафиксировано как позиция государства, что едва ли будет определяющим фактором на фронте. Но вот это будет... Потому что вот эти вот скорые помощи казахские заметили все, и россияне, и мы. Вот я о чем говорю. Ну, тут просто разные немножечко категории Казахстана, КП и так далее. То есть, тут... А, да, еще нужно не забывать еще и о достаточно значительной гуманитарной помощи, которая оказывается Азербайджаном. И оказывалось, и оказывается самолетами, и так. Ну, Сокар то, что давал, и я не знаю, сейчас дает или нет, но давал очень долгое время бесплатно, горючее, это тоже. Но самого Азербайджана очень достаточно... И в отличие от Грузии, то есть в Грузии что, я же говорю, вот из всего потока этой гуманитарной помощи 20% это то, что выйдет на государство, а 80% это то, что собиралось... Нет, ну, сейчас... Я не хочу быть несправедливым по отношению к властям, конечно же, есть еще пакеты помощи отдельно украинским беженцам, которые здесь. За это, конечно, мы все благодарны. Это тоже, нужно сказать, сейчас я ругаю власти, но что есть, то есть. Сейчас чего? И украинские... Нет, ну, дело, давайте вот мы все-таки, чтобы не было разночнений, просто эту вещь проговорим, что вот это как раз, то есть лишний раз фиксирует вот мои слова, что между народами все очень четко и полный консенсус, а между правительствами есть нюанс, потому что позиция грузинского руководства, она не выглядит четкой. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Нет, я просто к тому, что было бы несомнительное, если бы мы были... Про Армению, вот скажу честно, на государственном уровне и даже на уровне там волонтеров не знаю, но то, что в Армении шли тоже про украинские митинги, то, что там есть значительная часть населения, которое поддерживает Украину, это я тоже знаю. И в том числе, и мы... Те люди, которых я хорошо знаю, мои друзья знакомые, они практически все, даже те, которые, скажем так, раньше отличались с такими почти пророссийскими позициями, даже они иногда говорят, не буду называть кто. Передай Копчаку, что, конечно же, это все плохо, но я все равно за Украину. Это очень смешно. Ну что, в общем-то... А, да, чуть не забыл, это просто... Знаю вашу занятость и так далее, но, может быть, вы будете знать. Мне постоянно задают вопросы по делу Мессира Гасымлы, это гражданин Азербайджана, которого задержали сейчас в Украине. Я просто боюсь, что эта тема раскрутится. Очень сильно и негативно раскрутится. Он задержан сейчас в Украине по обвинениям там в вымогательстве и так далее. Если будет возможность узнать что-нибудь, можем... Такие темы... Я ничего не знаю. Вот я честно об этом. Тут прошу извините. Вот да, ну да. Вот такие темы, они, кстати, они, кстати, цепляются и раскручиваются понятно откуда и кем. Просто если в курсе, то это самое. Или если будете в курсе. И, наверное, мы проговорили про всех друзей, друзей Украины. И получается, что у Украины есть друзья. У Украины есть разные друзья, скажем так. А вот у России друзей нет. И нету даже такого друга, который... Что там у них? Армия и флот. Ну вот и флот проредел, и армия не стала. Одни уголовники. В каком-то мультфильме было. Даже дождик ушел от него в друзья. И это во многом благодаря действиям ВСУ. Поэтому верим в ВСУ. И слава Украине. Еру им слава. Спасибо, Гелла. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!